Глубоко уважаемые дамы и господа, уважаемый господин Туникелл, я благодарю вас за приглашение, за возможность выступить в этой аудитории и поделиться с вами моими мыслями. Прежде чем я буду говорить по теме моего выступления, я вынужден сделать несколько замечаний общего характера. Я гражданин России, в России живут мои дети, в России живут люди, которые мне близки и которым я хотел всего наилучшего. Это обстоятельство вынуждает меня пояснить, о чем и с какой позиции я собираюсь говорить. Я частное лицо, я никогда не состоял и не состою на государственной службе, в каком-либо государстве, включая Россию. Я не являюсь членом какой-либо политической партии. Вся моя деятельность как независимого историка была действительно деятельностью независимого историка. И единственный, кто мне платит последние 15 лет, это читатели моих книг. Никто, кроме читателей моих книг, мне не платит. Я совершенно не хочу увидеть Россию, ту страну, где, еще раз повторяю, живут мои дети, охваченные беспорядками, голодом, хаосом и уж тем более ставшей ареной войны. Поэтому то, что я буду говорить дальше, оно будет звучать достаточно агрессивно, злобно, вовсе не является приглашением к войне. Наоборот, я считаю, что незыблемой истиной является «хочешь мир и готовься к войне». Поэтому, если мы хотим, чтобы и дальше, и Эстония, и Россия наслаждались благами мирной жизни, то мы должны немножко поработать и постараться. То, что я хочу вам сказать в отведенное мне время, сводится, в общем-то, к единственной фразе. Она известна каждому русскому человеку, и я думаю, она хорошо известна вам. Вы давно были с нами, вы много были с нами в одной стране. «Не верь, не бойся, не проси». По-русски это звучит даже как стихи. «Не верь, не бойся, не проси». Ну, я переставлю порядок в моем коротком докладе. «Не верь, не проси, не бойся». Пункт первый. Чему не надо верить? Если у кого-то в этом зале, за его пределами, есть еще хоть какие-то иллюзии о том, что Россия – это европейская страна, что это страна, в которой строится демократия, пусть еще несовершенная, формирующаяся, новорожденная и так далее. Выкиньте эти смешные иллюзии из головы навсегда. Россия – это не Европа. На нашей с вами жизни она никогда не будет Европой. То, что сейчас там – это, конечно же, не строящаяся демократия, не формирующаяся демократия, а это власть чекистов, ну, то есть работников спецслужб и бандитов. Симбиоза чекистов и бандитов. Если вам кажется, что в России есть какие-то названия, например, на доме написано «банк», не верьте, это все видимость. В России нет крупной частной собственности. В России есть власть-собственность, то есть некий симбиоз. Если у тебя есть деньги, ты можешь дорваться до власти. Если ты дорвался до власти или находишься в правильных коррупционных отношениях с теми, кто при власти, у тебя есть деньги и собственность. А если ты с ними поссорился, то завтра у тебя не будет ни денег, ни собственности, а может быть и не будет головы. Если в России происходит некое мероприятие, которое называется «выборы», не верьте, это не выборы. Это не выборы президента, это не выборы парламента, это спецоперация. Это спецоперация, которую проводят чекисты. Она является спецоперацией на всех своих этапах, начиная с выдвижения кандидатов и кончая подсчетом голосов. На последних выборах я был наблюдателем, так что этот подсчет голосов мне хорошо известен. Мне немножко непонятно, что заставляет некоторых европейских политиков не желать это видеть. А что заставляет их на протяжении двух десятков лет называть российских бандитов и российских чекистов, или одновременно бывших бандитов, ставших чекистами, или бывших чекистов, ставших бандитами, что заставляет называть их наши коллеги, наши восточные партнеры, что заставляет их призывать сотрудничество, кооперации, интеграции и так далее. Россия может быть интегрирована в западный свободный мир только в том смысле, в каком раковая опухоль интегрирована в организм. Других способов интеграции на обозримом будущем у нас не будет. Это что касается тезиса «не верь». Тезис «второй не проси» достаточно естественно вытекает из первого. Бессмысленны, многократно провалились и обязательно провалятся в дальнейшем. Все попытки умиротворить, уговорить, упросить, объяснить российским лидерам, как это хорошо быть свободно выбранными лидерами свободной демократической страны. Это, простите меня, смешно. Непонятно, что заставляют лидеров Европы, лидеров Соединенных Штатов Америки на протяжении 15 лет заниматься этим делом, заглядывать в глаза Путина и говорить, я посмотрел в глаза Путина и видел там глаза честного человека. Как я уже сказал, у власти в России находится, это очень важно отметить, не просто корпорации работников спецслужб, корпорации чекистов, о чем говорят многие. Важно все-таки отметить, что это симбиоз. Это два, двуединый дракон с двумя головами. Одна голова это чекисты, а вторая голова это бандиты. Причем слово бандиты в данном случае используется не как эмоциональное выражение моей неприязни, а просто содержательно, а просто содержательно. Ну, в частности, вы, наверное, слышали, испанская полиция опубликовала радиоперехваты разговоров российских бандитов, где они обсуждают назначение некого господина начальником Следственного комитета Российской Федерации, или где обсуждается тот момент, как господин, который является начальником управления по борьбе с наркотиками, в России, занимался организацией поставки наркотиков через Ленинградский порт. То есть это не шутки, но, возможно, именно безумие всего этого мешает людям Запада понять, что это все правда. Это не фильм, это не кино, это не страшилка. Это бандиты и чекисты, которые захватили власть в стране. Тут остается вспомнить только замечательную формулу, которая прозвучала на Нюрнбергском трибунале. Это преступники, овладевшие государством и превратившие самое государство в орудие своих преступлений. Можно ли пытаться уговорами, просьбами, демонстрацией слабости чего-то добиться от подобных людей? Ответ очевиден. Нет. Значит, люди, которые становятся бандитами, люди, которые становятся чекистами, обладают определенным психологическим складом. Важнейшая составляющая этого склада – это чувство своего превосходства над окружающими, чувство презрения к окружающим. Без этого внутреннего чувства люди не становятся бандитами, а став бандитами и постоянно применяя насилие, причем незаконное, внезаконное насилие, они еще более укрепляются в представлении о том, что они выше всех, а все остальные – это презренные черви. Любая демонстрация слабости перед такой публикой только провоцирует агрессию. Это написано в любой брошюрке, в любой брошюрке, которой детей в старших классах школы учат основам безопасного жизни в обществе. Не демонстрируйте слабость. Если вы ночью оказались в темном переулке, не жмитесь, не прячьтесь, не прижимайте стеночки. Таким поведением вы провоцируете возможных пьяных хулиганов на то, чтобы они проявили по отношению к вам агрессию. Это написано тысячу раз во всех брошюрах. Что-то мешает политическим лидерам Запада понять эту простую истину. Чем более вы, не вы, я имею в виду, конечно, неприслушивших в этом зале, Чем более Запад будет демонстрировать слабость, тем больше он будет провоцировать агрессию, и тем больше он будет подталкивать Европу, Эстонию, Россию, мир к тем ужасным последствиям, которые мы все не хотим увидеть. То, что я сейчас говорю, мне немножко стыдно это говорить, потому что это было произнесено тысячу и один раз. Из бесчисленного числа примеров я только напомню один эпизод, когда в феврале, 25 февраля 2009 года известный российский ныне оппозиционер, в свое время советник Путина по экономическим вопросам Андрей Ларионов выступал в комитете по иностранным делам Конгресса США. И там он дословно говорил, то, что вы сейчас делаете, это даже не соглашательство, это полная и безоговорочная капитуляция перед режимом чекистов и бандитов. Проводя такую политику, вы провоцируете Россию на новые авантюры на постсоветском пространстве. Это было сказано в 2009 году в феврале, то есть за пять лет до Крыма, до аннексии Крыма и, соответственно, до войны на Донбассе. Так что нету ни малейших оснований у уважаемых политиков Запада сказать, что их кто-то не предупреждал. Господа, вас предупреждали бесконечное количество раз. Ну и, наконец, третий тезис. Не надо бояться. Ну, бояться вообще глупо. Страх ничего не добавляет, он парализует волю, парализует силы, помешает сопротивляться, и, как я уже говорил, страх провоцирует насильника на совершение насилия. Еще раз повторяю, это справедливо даже в том случае, когда законопослушный гражданин в количестве один человек оказывается на улице рядом с компанией пьяных агрессивных подростков. Но у нас-то ситуация совершенно другая. Европа, Евросоюз, НАТО, Соединенные Штаты обладают подавляющим, подавляющим превосходством в любых мыслимых компонентах. Европа сильнее экономически, Европа сильнее технологически, Европа сильнее интеллектуально, Европа сильнее и в военном отношении, если мы говорим про конвенциальное оружие, чем Россия. У Европы нет ни малейших оснований чего-либо бояться и уж тем более демонстрировать свой страх. Если мы вспомним за последние 10-15 лет достижения российской армии, то это позорное поражение в Афганистане, после которого пришлось оттуда бежать. Это две войны в Чечне, когда российская армия, имея подавляющее превосходство в авиации, танках, артиллерии, ресурсах, боеприпасах, людях, в конце концов вынуждено было создать на территории Чечни фактически, фактически, де-факто независимое государство во главе с Кадыровым и ежегодно выплачивать контрибуцию, деньги платить Кадырову, то есть фактически откупаться от этого государства. Последнее, самое последнее достижение российской армии, это Донбасс и Украина. 17 апреля господин Путин, верховный главнокомандующий, совершенно ясно сказал, что он понимает под словом Новороссия. Новороссия – это Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесские области Украины. Это территория нескольких европейских стран, выход к Черному морю – это то, на что были заявлены претензии и то, что собирались забрать. Реально, реально, за полгода фактической войны российским наемникам и российской армии удалось захватить несколько районов Луганской и Донецкой области Украины, которые составляют 5%, 5% в одну двадцатую от той территории Новороссии, на которую господин Путин 17 апреля 2014 года заявил свои претензии. И этот «успех» в кавычках был достигнут в ситуации, когда украинское государство находилось в ситуации полного развала, украинская армия, вообще трудно сказать, существовала ли она, единственное, кто воевал, это несколько добровольческих батальонов, плохо вооруженных и совершенно не обученных. И вот все, что смогла сделать российская армия, это 5% объявленной Новороссии, и даже не смогли забрать две области, которые хотели забрать. Еще раз повторяю, в ситуации, когда армии у Украины не было, командный состав, в лучшем случае наполовину, был составлен из агентов Москвы, а поведение президента страны Украины, прямо скажем, довольно сомнительно. Не верьте ни одному слову про какие-то 86, 96 или 196 процентов поддержки Путина. Поддержка Путина мне хорошо известна. Люди в России не любят Путина. Люди в России очень полюбили ту сказочно богатую жизнь, которой они жили последние 10 лет. Так, как жили россияне последние 10 лет, их родители, мои родители, не мечтали и не видели в сказочном сне. На страну обрушился поток нефтедолларов. По самым скромным оценкам, на Россию упало 2 триллиона, то есть 2 тысячи миллиардов нефтедолларов. И какой-то частью этих нефтедолларов чекисты и бандиты поделились с населением. В результате население стало жить гораздо лучше. И это ему, населению, понравилось. Это понравилось, а не какой-то Путин. Поэтому, когда человек сидит, жует семечки перед телевизором, тут издается телефонный звонок, алло, вы за Путина, ну что он скажет? Ну, конечно, он скажет, что я за Путина. Если же говорить не про слова, а про действия, то я вам хочу напомнить по совершенно конкретные факты. В Москве 10-15 миллионов населения. В Москве с населением 10-15 миллионов населения. Так называемые коммунисты наши, так называемые наши патриоты ни разу не могли собрать митинг численности больше 5 тысяч человек. Если это не свозили автобусами с предприятий. Вот если сами там какие-то коммунисты в поддержку Донбасса, солидарность с Донбассом, солидарность с русскими на Украине, вот если они что-то пытались в 10-миллионной Москве провести, они собирали 5 тысяч человек. Вы можете вспомнить, сколько людей собралось у вас от Таллина до Вильнюса, когда однажды вы решили стать цепочкой и взяться за руки. Думаю, некоторые из вас в этой цепочке и были. А все-то ваше население, господа, в три раза меньше населения Москвы с Московской областью. Я живу в миллионном городе Самаре. У нас тоже летом 14-го года, в тот самый момент, когда телевизор 25 часов в сутки рассказывал про то, что бандеровские фашисты на Украине распинают детей, жгут, давят танками и так далее, да, тоже проводили миссинг солидарности с Донбассом, на котором собралось, ну, максимум 30 человек, я не оговорился, 20-30 человек. Я хотел принести фотографию, к сожалению, я ее не нашел, и мне придется вам рассказывать словами. Там была колоритнейшая картина, 20-30 человек, и там стояла некая дама. У человека две руки. В одной руке у дамы был красный флаг большевиков. На груди у дамы была кофточка с портретом государя-императора Николая II, убитого большевиками. Во второй руке у дамы был пластиковый пакет с английским юниан-джеком, с английским гербом. Флагом, извиняюсь, с английским флагом. Вот публика, которая в количестве 25 человек в миллионном городе, то есть в два раза больше, чем ваш Таллин, могла собраться на митинг солидарности с Донбассом, если эту публику не сгоняли административным ресурсом и не свозили автобусами. Никакой поддержки нет. И Путин это понимает гораздо лучше меня, и совершенно не случайно в сирийской операции Путин, путинское окружение отказалось от использования сухопутных сил. Попытайтесь смоделировать ситуацию, когда в 68-м году Советский Союз отказывается от ввода наземных войск в Чехословакию и ограничивается тем, что над Прагой будут летать самолеты. Или представьте ситуацию, когда Советский Союз отказывается от ввода в Афганистан наземных войск, а в Сирию побоялись ввести войска только потому, что Путин и все его окружение понимают, что общество не согласится даже с минимальными потерями. Люди хотят наслаждаться изобилием, которое им принесли, 2 триллиона нефтедолларов. Никто в России не хочет умирать за Путина, никто не хочет и не будет умирать за так называемый русский мир, за какую-то Новороссию, за Нарву, Даугавпилс или что угодно. Народ хочет дальше сидеть перед телевизором, но проблема в том, что на телевизоре картинка та же, а в холодильнике содержимое уже другое. Российский рубль упал в два раза. Страна вваливается в тяжелейший кризис, и Россия превращается в бензоколонку, на которую перестали завозить бензин. Соответственно, я не вижу причин, по которым стоило бы опасаться того, что эта бензоколонка, на которую уже перестали завозить бензин, станет диктовать свою волю всему городу. Ну, только за тем исключением, если весь город сойдет с ума и потеряет остатки политической воли. Ну, вот, собственно, и все, что я имел вам сказать. И в завершение я хочу напомнить те слова, которые говорил президент Рузвельт, когда его первый раз избрали президентом Соединенных Штатов. В своей самой первой речи он говорил, единственное, чего мы должны бояться, это собственного страха. Единственное, чего мы должны бояться, это собственного страха. Если Европа не будет провоцировать насильника собственным испугом, то и оснований опасаться чего-либо, если мы говорим про военную интервенцию, на мой взгляд, совершенно нет. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ